Добро пожаловать в мировую премьеру Dying Light 2 геймплей-демо. Dying Light 2 это RPG-игра с открытым миром, которая даст вам возможность делать выбор, который сможет изменить как историю, так и мир вокруг вас. Миссия, которую мы сейчас увидим, имеет решающее значение для истории. Город находится на грани разрушения, так как питьевая вода вот-вот закончится. Наш наставник и друг Фрэнк считает, что единственным человеком, который может решить проблему питьевой воды, является полковник. Человек с плохой репутацией, который возглавляет группу под названием Отступники, обитающую на городской насосной станции. Фрэнк использовал свой статус, чтобы организовать переговоры между отступниками и офицерами двух основных фракций, действующих в городе. Главный герой нашей игры, Эйден Колдуэлл, также был приглашен на переговоры, и он собирается присоединиться к остальным. Эйден! Эйден! Черт! Где ты шлялся? Гулял по городу. Вот, выпей. Может, тебе нужен отдых? О, нет-нет, все в порядке. Я в порядке. Они не знают, что у нас вода на исходе? Нет, не знают. Ты собирался им рассказать? Если мы договоримся с полковником, мне не придется. А если нет, тогда завтра это место пойдет. В любом случае, сегодня вечером будем веселиться. Пошли за Хуаном. Он наверняка уже празднует. Где этот бугай? Опаздывает? Или забил? Хер. Мэтт наверху ожидает. Это какой-то отстой. Для Лолы это шоу последнее, а я тут шляюсь с мясником. Мэтт, пора, погнали. Мэтт? Я еще не допил. Вот оно. Вот почему мы облажались. Разве этот полудурок сможет хоть с кем-то договориться? Довольно. Послушайте, ребята. Либо полковник откроет свои драгоценные краны, либо мы все умрем. А учитывая то, что он любезно согласился поговорить, мы просто красиво оденемся и поедем на его остров, лишь бы угодить ему. А теперь, Мэтт, оторви свой зад от дивана, только для того, чтобы начистить ему рожу. Давай только без крови. Мы находимся в центральной части города, так называемой Дистрикт 2. Город состоит из семи разных регионов. И все они представляют собой действительно уникальные области, в которых мы познакомимся с новыми приемами паркура, врагами и игровыми механиками. Эйден? Ну что, они уже тут? Да, их много. Видимо, в замке что-то пошло не так. Гарантию даю. У тебя есть план Б? Я буду импровизировать. А что, если они тоже будут импровизировать? Поверь, это сработает. Ты в этом уверен? Чёрт! Я так и знал! Модификации для оружия теперь есть и в Dying Light 2. У нас есть модифицированное оружие, и теперь осталось только найти, на ком его опробовать. Догоняй этих уродов. Я присмотрю за ним. Что случилось? Что случилось? Эти херовые отступники подстрелили его. А ты где был? Эйден! Не шевелись! Эйден! Захвати этот грузовик или тебе никогда не попасть на остров. И вот первый выбор. Преследовать грузовик или остаться с Фрэнком. Просто не дай ему умереть. Оставайся на связи. А теперь беги, черт возьми! Вперед! Хорошо. Давайте поищем грузовик и посмотрим, к чему это приведет. Грузовик скрылся. Но вот это высокое здание вполне может послужить нам в качестве обзорной вышки. Мы должны использовать эту возможность. Как вы видите, жизнь на крышах процветает. И это то, что вы можете изменить своими действиями и решениями. Эйден, ты уже нашел грузовик? Еще нет! Мэтт? Ты видишь грузовик? Ищу. Как там Фрэнк? Мы не можем найти доктора, но не переживай. Я этим займусь. Вот мы видим грузовик отступников. Я нашел их. Они за это ответят. Мэтт. Просто сохраняй спокойствие, малыш. Помни, главное это вода. Тут нам понадобится что-то особенное. В Дайнлайт 2 мы удвоили количество приемов паркура. Так что давайте испробуем некоторые из них. Этот зомби подсадит нас, чтобы мы могли взобраться повыше. Хайп! Мы делаем это! Мы работаем здесь! Хайп! Хайп! Я не знаю, что у нас случилось. Я не знаю! Чтобы иметь, что они к ней не посчитались. Я не знаю, что они отказываются. Зам ARE. А что они не могут запрятать. О, я не знаю! зараженных для того, чтобы избежать урона при падении? Ничего удивительного, это же Dying Light, все нормально. Субтитры делал DimaTorzok Мы глубоко внутри темной зоны. Нужно быстрее уходить, иначе инфицированные убьют нас. Ультрафиолетовый фонарик очень сильный, но его нужно наводить на цель. У нас недостаточный уровень выносливости, чтобы открыть эту дверь. Ультрафиолетовый фонарик Заражение прогрессирует, наш биоиндикатор светится красным Еще один способ использования ультрафиолетового света – это вспышка Она охватывает большую площадь, но длится всего несколько секунд Мэтт, я потерял их, Мэтт Проклятье, подожди У нас есть визуальный контакт, подтверждаю Сейчас они направляются на виадук Какой виадук? Тот, который над ЖД путями Окей, вижу Будь осторожен, Эйден Этот полковник, он псих, и он не станет терять времени Я тоже Я тоже Эй, вали отсюда, слышишь? Оставь меня в покое! Еще один выбор – угрожать водителю или выкинуть водителя Отвези меня в замок Ты свихнулся? Жми на газ Я ничего не делал, внезапно трах-бах, и вдруг все накинулись друг на друга, как хреновые крысы Ты не против? Мне сложно переварить все это по трезвяк, я еще не видел столько пушек, вот дерьмо, меня как будто парализовало, понимаешь? Однажды я уже видел этого парня с ножом и еще двух в метро, перед тем, как он зарезал их, затем кинул гранату Давно это было? Это было чертова граната, чувак, я думал, что я умер Почему ты стрелял во Фрэнка? Я ни в кого не стрелял Наверное, это сделал какой-то другой придурок Он был твоим другом? Он, конечно, был, черт возьми Ты меня убьешь? Стив, доложи обстановку, вы где? Еще один выбор – сказать ему, чтобы ответил, или не дать ответить Скажи, что все хорошо Ой, я здесь, сука, где же мне еще быть? Вы же на подходе? Да, да, уже рядом, все хорошо Только не облажайся, иначе кому-то придется тебя застрелить Ребятки, я вас обожаю Больше вокруг, чем ты, еще поискать нужно Какой пароль? Три гудка, нет, нет, или... Да, точно, три гудка В твоих интересах, чтобы ты не ошибся Так вот, где обитает полковник Кажется, мы попали в самое сердце тьмы Итак, подведем итоги В городе нет питьевой воды, и люди верят, что только полковник может решить эту проблему Мы пытались поговорить с его эмиссарами, но что-то пошло не так Пришло время поговорить с этим парнем с глазу на глаз Судьба города теперь в наших руках В чем дело? Черт, чувак, три короткие гудка В чем твое мать дело? Хорошо, что мы не убили Стива Без него и пароля войти было бы намного сложнее Они же убьют меня, Стив Я должен поднять тревогу Еще один выбор – убедить Стива или угрожать Стиву Даже не пытайся, или я найду тебя Я не убил тебя Я не убил тебя Я не убил тебя Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты там, Эйден? Наш друг Фрэнк мертв. Если бы мы решили остаться с ним, возможно, эта история выглядела бы иначе. Но теперь... Ставки выросли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, это похоже на жилище полковника. Давайте навестим этого дядьку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где он? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где полковник? Она боится тебя. Играй, Анна. Тебе нечего бояться. Итак, ты пришел убить меня. Я пришел включить насосы. Я не дам тебе этого сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где Фрэнк? Он мертв. Мертв? Почему? Твой человек убил его. Подожди, Сэм. Не спеши. Итак, ты лично видел, как это случилось? Ты видел, что стрелял именно мой человек? Мэтт видел. Мэтт. Я отправил к вам пятерых человек. Где они? Эйден, что происходит? Мы можем посчитать тела позже. Город ждет воды. Стой. Воды? Ты не можешь включить воду отсюда. Они использовали тебя. Ты еще не понял? Не слушай его. Включи насосы. Ты знаешь, чего он хочет, верно? Он хочет, чтобы ты убил меня, открыл двери и впустил его головорезов. Ты хочешь обеспечить воду для города? Я знаю, как это сделать. Но ты должен довериться мне. Ради всего святого он убил Фрэнка. Похоже, полковник знает, о чем говорит. Но можем ли мы ему доверять? С другой стороны, нам действительно нужна питьевая вода, и она нам нужна сегодня. Итак, у нас выбор. Поверить полковнику или включить насосы. Я включаю насосы. Какая жалость. Это еще один инструмент Dying Light 2. Скорпион. Разрушительное дальнобойное оружие, которое в основном убивает врагов с одного выстрела. Грейферный крюк также может быть использован во время боя в сочетании с другими приемами. Грейферный крюк также может быть использован в сочетании с другими приемами. Эден, поговори со мной. Я жив, но полковник уходит. Хрен с ним, вода важнее. И опять у нас выбор, включить насосы или погнаться за полковником. Я включаю насосы. Каждый насос должен иметь свой собственный клапан. Найди их. Есть проблема. Не слышу. Повтори. Тревога сработала. Насосы остановились. Что происходит, Мэтт? Это просто старый кусок металлолома. Найди диспетчерскую и включи главный клапан. Поторопись, иначе все развалится херам. Попробую найти. Оставайся на связи. Готово. Я в диспетчерской. Хорошо. Главный клапан должен быть где-то там. Фрэнк Б. Гордился тобой. Дайн Лайт 2 Дайн Лайт 2 дает вам возможность сделать выбор, который имеет огромные последствия для всего города. Включение насосов открывает для вас огромный регион с открытым миром, с новыми механиками, квестами и предметами для поиска. Наш выбор также меняет и ход истории. Полковник был прав. Против него действительно готовился заговор. Но только он знал, что эта территория была затоплена не просто так. На то были веские причины. Спасибо за просмотр демо Дайн Лайт 2. Два. Продолжение следует...